дорогие друзья прошу меня извинить но когда узнаешь из анонса что или на канале спас или ютюбе на канале алексея ильича осипова будет прямой эфир где алексей ильич будет отвечать на вопросы присланные заранее то нет никакой уверенности что твой вопрос будет озвучен мало того непонятно по какому принципу руководитель канала алексея ильича зачитывал их и ведущий роман голованов очевидно тоже исходя из своего духовного состояния что их больше волнует а нас если мы действительно хотим себя относить христианам больше должны волновать исключительно вопросы духовного характера а именно как бороть из чего ту или иную страсть и грех вопросы внутреннего церковного характера не имеет никакой силы спасительной алексеевич всегда очень подробно отвечает даже нас совсем пустяковый вопрос слушатели поэтому времени совсем не остается чтобы другие более полезные вопросы были озвучены но в этом виноваты конечно не те кто присылают эти вопросы а те кто их просматривает и вот находит наверное самый лучший что ли по своему духовному состоянию вот в этом то есть недоработка мне кажется слава богу господь нам послал священника который за мои 30 лет церкви я единственно бы отнес к наиболее способным трезво оценивать ситуации с точки зрения святоотеческого наследия таким вот священником оказался отец константин карипанов который раньше был лет девять тому назад преподаватели мы высших миссионерских курсов в екатеринбургской епархии алексеевич он богослов и не священник и на многие вопросы он теоретически отвечают священник как практик совсем иначе подходят вопросам спасения душ наших в последнее время я стал замечать что причастие многие стали относиться по привычке и причащаясь каждую неделю той несколько раз в неделю появляется даже на лице такая прелестная улыбка что моя почти уже к богу приблизилась или приблизился не походите ко мне а то опалю огнем своей святости во вас причащаемся причащаемся а какими были такими остались есть ли человек становится после причастие хуже и страшные грехи а таковыми являются оскорбление нанесенные ближнему повторяет то надо бы задуматься что что-то здесь не то попробуй скажи такому человеку почему-то причащается тебя посмотрит с недоумением а мудрый бы человек спросил бы а почему нельзя но таких практически не бывают они сами себе командиры также и без страха молодые только что закончившие семинарию семинаристы домогаются рукополагаться у которых молоко то просите на губах не обсохло а в сан им вы не положь преподобный сергий радонский говорил что желание священ священнического сана есть начало восстолюбия священник это прежде всего тот кто сам учится молиться знает как учиться этому великому деланию и учат других ежечасно занимается изучением святых отцов и только исключительно по их совету дает наставление своей пастве они от себя то есть управляет превращаются и превратились уже магию почти где больше народ хочет исцелить тело свое они душу странно довольно было бы слышать от стоящих в очереди например к матроне блаженный чтобы кто-то ее попросил избавить от гнева зависти тщеславия или увидеть больше свеч на подсвечники у иконы спасителя о нем матроны блаженной поэтому очень хорошо что все вопросы касательно только основ духовной жизни в христианстве и путей избавления от страсти теперь можно задать священнику начитанному у святых отцов и получить спасительный ответ теперь мой вопрос отцу константину карипанова отец константин христос воскресе вот такого порядка мой вопрос если святой кирилл иерусалимский говорит в отношении крещения если ты лицемеришь и священник крестит тебя дух святой крестить не будет можно ли это его высказывание отнести к таинству священства евхаристии монашества много сейчас развелось молодых священников которые с радостью после заканчивания семинария урокополагаются не имея крепкой веры и уже моложе 40 лет начинают в интернете направо и налево советы давать в которых по словам святых отцов дьявол ликует действительно ли будут те таинства исповеди причащения крещения венчания от таких священников второй вопрос приветствуете ли вы когда прихожане причащаются в субботу и без исповеди под благословение и воскресенье у нас москве и подмосковье такая практика появилась уже давно я почти 30 лет церкви но не могу так дерзко отнестись причастию каждую неделю а уж тем более два дня подряд спасибо заранее с уважением александр вот лет воистину воскресе конечно это применимо к любому таинству но факт появление множество молодых священников духовников вовсе не об этом об этом не говорит если человек ошибочно рукоположен священники то он скорее всего либо делает карьеру и мало заботиться о том чтобы учить или служить и ему вообще нет дела хоть до чего-нибудь что относится к служению пастыря ему просто не интересно или он сразу и быстро спевается а учителей на лицо хотя бы желание быть учителем но ведь учительство имплицировано в пастырство значит благодать сошла но не просто пока не захотели учиться духовной жизни но более учат других я вообще не рекомендую причащаться чаще чем раз в неделю разве что на страстной а уж тем более просто так суббота воскресенье этого нигде древней традиции нет священник константин карипанов вот видите какой душеспасительный священник дал ответ а думаю что немногие священники с ним согласятся вот поэтому каждый конечно выбирает себе духовника по своему внутреннему устроению духовному мы конечно больше всего телесные и душевные а какой там духовности говорить вот поэтому кто-то выбирает церковь по лирусу кто-то по священнику то-то по количеству мощей или святынь все по-разному и мы все разные и святые то разные все и у них то были ошибки уж эти же звезда звезды разница да уж чего говорить о нас но мы больше конечно должны искать таких священников которые конечно начитаны в святых отцах и как писал святой преподобный ион лестичек что прежде чем даться какие-то доверительные отношения к священнику пойди узнай его и как бы искуси что вместо корничева не напасть на простого грибца который тебя на рифу посадил ну так уже близко к тексту его цитирую поэтому вот так дорогие мы должны радоваться что у нас есть такой священник пастырь и можно всегда вопросы не не те которые касаются внутреннего церковного там порядка и каких-то дисциплинарного какого-то такого порядка чтобы отвлекать вот алексея ильича задавая вопросы а рада стараться и ведущие который там начинает задавать да ну поэтому ведущие у нас не 50-летние а меньше 30 лет даже вот ну что ж опять таки все это зависит и от руководитель телеканала который сам выбирает себе друзей таких журналистов все очень печально влаги нам господи найти такого духовника который действительно был начитан святых отцах и разбирался бы чтобы дать совет не от себя а от них влаги нам многое